Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашской Республики программа «Правительственная связь». Сегодня у нас в студии министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашия Олег Марков. Добрый вечер, Олег Иванович. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Олег Иванович, с этого года в программах капитального ремонта жилого фонда появились изменения. Речь идет о небезызвестной уже создании системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Чувашской Республике. Вот так официально это называется в документах. Что представляет из себя эта система и чем она отличается от того, что было раньше? Сразу же говорю, что на сайте Минстрою есть очень много, очень подробная информация. Но как-то, знаете, из первых уст, из первых рук ответы всегда получать проще и понятнее. Спасибо за вопрос. Действительно, до конца 2013 года у нас была программа проведения капитального ремонта в многоквартирных жилых домах. То есть, в основном, в чем отличие программы, которая существовала с нынешней программой, это то, что собственники жилых помещений сами принимали решение о проведении капитального ремонта именно в своем жилом доме. Начиная с 2014 года разработана долгосрочная программа проведения капитального ремонта. Здесь нужно отметить, что в связи с изменениями в ЖК РФ и в связи с принятием закона Чувашской Республики о проведении капитального ремонта условия поменялись. И это связано прежде всего с тем, что собственники жилых помещений с 2014 года обязаны будут оплачивать взносы на проведение капитального ремонта в объеме не менее 5 рублей 20 копеек. На сегодняшний день проведена определенная большая работа. Как я уже отметил, принят закон Чувашской Республики, принято 11 постановлений правительства Чувашской Республики. В том числе и сформирован региональный оператор, который будет осуществлять именно деятельность и аккумулированные финансовые средства на проведение капитального ремонта. В том числе и обеспечивать именно разработку капитального ремонта. Если позвольте, я вас перебью. Давайте все-таки подробно остановимся. Что такое региональный оператор? Для чего он нужен? Почему нельзя собирать деньги? Хотя, в принципе, в законе ведь тоже оговорено, что жильцы сами выбирают, опять же, кому платить. Либо региональному оператору, либо каким-то образом у себя эти средства. Как раз хотелось бы и объяснить, что сегодня и жилищный кодекс, и закон Чувашской Республики предусматривает два вида формирования фонда капитального ремонта. Первый вид – это формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. И формирование фонда капитального ремонта на специализированных счетах. То есть речь идет о том, что товарищ собственные жилья, жилищно-строительные кооперативы могут формировать и открывать специализированные счета в банках. И при всем при этом будут сами осуществлять всю финансовую и хозяйственную деятельность, в том числе и заключать договорные отношения с подрядными организациями на проведение капитального ремонта. И в том числе сами отслеживать и контролировать качество выполненных работ и приемка в эксплуатацию дома после капитального ремонта. Если же мы говорим о региональном операторе, то здесь я бы хотел обозначить две системы. Первое. Когда все собственники многоквартирных жилых домов принимают решение и будут аккумулировать свои финансовые средства на счете регионального оператора, здесь тогда наступает принцип так называемого общего котла. Преимущество в чем заключается общего котла? То есть если собственниками не собраны достаточные финансовые средства на проведение капитального ремонта, региональный оператор принимает решение и может направить финансовые средства с другого многоквартирного жилого дома, который пока не требует капитальный ремонт, именно на проведение капитального ремонта этого многоквартирного дома. То есть по сути дать взаймы? Дать займы. Но при всем при этом собственники жилых помещений, там, где капитальный ремонт проведен, обязаны будут возвратить эти финансовые средства. То есть они будут продолжать платить точно так же уже на ремонт того дома, который им одолжил раньше. Конечно, совершенно верно. И второй момент. Все-таки также собственники жилых помещений могут открывать свои специализированные счета и при всем при этом уполномачивает региональный оператор быть владельцем данного специального счета. Но на данном специальном счете эти финансовые средства будут аккумулироваться только по этому квартирному жилому дому. То есть сколько накопили на такую сумму и провели капитальный ремонт. И при этом они уже не могут рассчитывать на заем со стороны. Да, не могут рассчитывать на поддержку за счет фонда. Но мне бы хотелось отметить, что государственная поддержка при проведении капитального ремонта, она также будет осуществляться. То есть сегодня фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определил лимиты на 2014, 2015 и 2016 годы. И плюс в республиканском бюджете также закладывают финансовые средства, которые будут финансироваться прямо пропорционально от общей площади, которая поддержит капитального ремонта в этих домах. То есть они точно так же будут поступать либо на специализированный фонд собственников жилья, либо в общий котел регионального оператора, либо в специальный счет в составе регионального оператора. Совершенно верно. То есть государственная поддержка предусматривает независимо от того, на каком счете будут аккумулироваться финансовые средства на капитальный ремонт. И мне бы сразу хотелось добавить, что любой собственник многоквартирного жилого дома может контролировать процесс формирования финансовых средств, процесс их расходования. То есть системы выстроены так, что по каждому многоквартирному жилому дому будет вестись отдельный учет собранных средств, и в том числе по каждой квартире, по каждому собственникам. Олег Иванович, в качестве регионального оператора в Чувашии кто определен? Некоммерческая организация, региональный оператор по капитальному ремонту Чувашской республики. То есть специально созданная структура? Специально созданная структура. И в законе Чувашской республики по созданию регионального оператора четко прописано, что субъект Российской Федерации несет всю персональную ответственность за деятельность регионального оператора. Субсидарную ответственность. Поэтому здесь, по большому счету, наверное, опасаться каких-то, так скажем, неэффективных используемых средств. То есть если вдруг в результате каких-то неумелых шагов или злого умысла, не дай бог, деньги, саккумулированные в региональном фонде, сгорят, то государство обязано их возместить? Совершенно верно. Но я надеюсь, что там ничего не должно сгореть. Потому что обязательства, которые берет на себя республика, они должны выполняться. В Чувашии собственники жилья уже все определились с выбором? То есть они как-то вот, как у нас распределилось? Кто больше, вернее, кому больше отдали предпочтение? Региональному фонду или специализированные счета создавали? Ну, согласно закону Чувашской республики, опять же, в связи с изменениями, которые были внесены 28 декабря в ЖК РФ, определен срок принятия собственников жилых помещения, на каком счете они будут размещать свои финансовые средства. Срок этот определен сегодня законодательством 6 месяцев. То есть в течение 6 месяцев собственники должны будут принять решение. До? До конца сентября текущего года. Оплата же наступит по истечении еще дополнительных 2 месяцев, то есть после 8 месяцев с даты официального опубликования программы капитального ремонта. Данная программа у нас опубликована 28 марта текущего года. Ну и вот теперь самый такой больной вопрос. По какому принципу будут определяться дома, в которых пора делать капремонт? Что возьмут за точку отсчета? Потому что, допустим, с точки зрения жильцов, можно и раньше. Может быть, кому-то наоборот покажется, что дом еще ого-го и сто лет простоит, и не зачем его ремонтировать, там деньги расходуют. Но, в принципе, вот определены определенные критерии, и эти критерии приняты постановлением правительства Чувашской республики. Назову лишь несколько критерий. Это технические критерии, организационные критерии и финансовые критерии. К техническим критериям именно относятся при формировании капитального ремонта это обязательное требование, что на момент приватизации первой квартиры капитальный ремонт не был произведен. Второй основной критерий – это ввод дома в эксплуатацию, то есть в зависимости от срока ввода в эксплуатацию. Третий критерий – это же, конечно, износ инженерной инфраструктуры. Если мы говорим об организационных критериях, то собственники многоквартирных домов должны определить активность именно в осуществлении капитального ремонта, в том числе по постановке на кадастровый учет своих многоквартирных жилых домов. А финансовые критерии, о которых мы уже с вами как бы говорили, это то, что собственники жилых помещений могут принять решение платить не минимальный взнос в размере 5 рублей 20 копеек, а могут принять решение и оплачивать 6 рублей, 7 рублей, 8 рублей, для того, чтобы их квартирный жилой дом попал в более ранние сроки по проведению капитального ремонта. Ну и в той программе долгосрочной, которая сформирована сегодня на 30 лет, определены, исходя из мониторинга технического состояния домов, по капитальному ремонту в зависимости от того, что необходимо выполнить в первую очередь. Или это ремонт кровель, или это ремонт инженерной инфраструктуры, или это замена лифтов, или это приведение в соответствии с фасадом многоквартирного дома и так далее, и так далее. То есть в любом случае региональный оператор будет рекомендовать по видам работ, а собственники жилых помещений сами будут принимать решение, что им необходимо сделать в первую очередь, исходя же опять из технических картерий и состояния всего многоквартирного жилого дома. Вот вопрос. Программа капремонта рассчитана на 30 лет. 30 лет – это очень большой срок, в принципе, даже для дома новостройки. За это время уже там могут появиться какие-то, какая-то необходимость в каком-то, может быть, не капитальном, но в любом другом ремонте. Всякое бывает. Вот, не знаю, а как дождаться своей очереди? А если вот какой-то дом попал, ну, я не знаю, на самый дальний год? Ну, мне бы хотелось как раз остановиться на тех моментах, что именно при проведении капитального ремонта определены технические критерии. То есть есть срок эксплуатации фундамента, есть срок эксплуатации инженерных сетей. В зависимости от этого и как раз формировалась данная программа. И в зависимости от того, ну, хорошо, сегодня дом новый, но через 15 лет он обязательно потребует какого-то капитального ремонта. И поэтому без наличия источника финансирования, естественно, этот капитальный ремонт будет провести невозможно. Поэтому аккумулироваться средства будут именно непосредственно сегодня. И когда мы говорим, что вот программа долгосрочная, она расписана на 30 лет, как я уже говорил, то есть ежегодно, значит, при проведении мониторинга технического состояния, будет как раз и определены виды работы, что необходимо будет сделать в первую очередь. Кстати, хотелось бы отметить, что государственная жилищная инспекция будет именно осуществлять и мероприятия, и по мониторингу всех квартирных жилых домов, и по финансовым средствам, на что они направлены, как они направлены. То есть здесь в этом отношении будет полная открытость. И плюс еще, конечно же, органы государственной власти будут нести ответственность и вести мониторинг по финансовым всех операций. А это Росфинадзор и другие, значит, учреждения. Ну, ты, собственно, о чем хотела узнать? Допустим, если мой дом попадает в программу капитального ремонта, ну, например, с ремонтом кровли и фасада на 2020 год, а в 2015 он уже выглядит, ну, просто вот из рук вон внешне и протекает крыша, мы можем рассчитывать на то, что нам согласятся передвинуться? Конечно. То есть, опять же, вот я говорил о финансовых критериях. Один из финансовых критерий – это то, что вы принимаете решение оплатить не минимальный размер взносов по 5 рублей 20 копеек, а, грубо говоря, там 7 рублей или 8 рублей. То есть автоматически уже программу формирует, исходя из вашей активности. Чем быстрее жильцы соберут требуемую сумму? Конечно. Требуя сумму на проведение капитального ремонта, тем быстрее вы принятие решение именно необходимости этого дома. И если вы будете свои финансовые средства аккумулировать на счете регионального оператора, то, конечно же, региональный оператор пойдет навстречу, и даже если не будет хватать каких-то финансовых средств, будет аккумулировать вот с общего котла, о чем мы говорили, именно на проведении данных работ. Олег Иванович, есть условия финансовые, да, при каком соотношении возможно софинансирование? Например, жильцы платят столько-то, бюджет доплачивает столько-то. Вот сколько? Ну вот как раз мы говорим о том, что до 2014 года именно был процент софинансирования. То есть в основном это были средства федерального бюджета. Основную нагрузку брал на себя республиканский бюджет. И 15%, если говорить по последнему 2013 году, оплачивали собственниками квартирных жилых домов. Вот начиная с этого года, как раз, значит, минимальный размер взноса 5 рублей 20 копеек с квадратного метра уже утвержден. То есть основная масса финансовых средств будет за счет собственников на квартирных жилых домов. И плюс государственная поддержка, о чем я говорил, это федеральный бюджет, республиканский бюджет, муниципальные, значит, бюджеты там, где у нас присутствует муниципальное жилье и должен быть произведен капитальный ремонт. Ну и, конечно же, это жилье Государственного жилищного фонда. Как раз эти средства и будут предусмотрены именно в республиканском бюджете. То есть, собственно, все-таки вот за процентами уже гнаться не будут. Будут все-таки из необходимости. Из необходимости, совершенно верно. Самое главное, это реальная вот такая вот необходимость проведения ремонта. Все понятно. Системой капремонта многоквартирных домов, система не учитывает ветхое и аварийное жилье. Тем не менее, если уж кто-то и нуждается в ремонте, так это они в первую очередь. Значит, на каких условиях они будут собирать деньги или не будут собирать деньги вообще? Или им остается надеяться только на государственную программу? Ну, вот опять же, значит, в рамках жилищного кодекса и закона Чувашской республики действительно в программу капитального ремонта не попадают дома, которые на сегодняшний день до 1 января 2012 года признаны аварийными и подлежат сносу. Более того, значит, дома, где количество квартир не превышает трех, тоже не попадают в данную программу. И хотелось бы отметить, что на территории Чувашской республики реализуются республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Данная программа рассчитана до 2017 года. В общей сложности мы планируем переселить 859 квартирных жилых домов. То есть по первому этапу финансирования уже предусмотрено порядка 1 миллиарда 381 тысячи рублей. То есть те дома, которые, образно говоря, нет смысла ремонтировать, мы их будем именно расселять и переселять в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. То есть в 2017 году мы эту проблему закроем? Мы закроем проблему по тем домам, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года. Если мы не будем проводить и дальше капитальный ремонт существующих квартирных жилых, конечно, таких же домов будет все больше и больше. Поэтому и назрела необходимость именно введения новой системы капитального ремонта и введения программы долгосрочного капитального ремонта именно на 30 лет на перспективу. Олег Иванович, значит, такой вопрос. Если жильцы выбрали форму аккумулирования денег как специализированный фонд и накопили, допустим, определенную сумму, но необходимости в капитальном ремонте у них пока нет, а есть необходимость, я не знаю, прикупить оборудование для детской площадки или еще что-нибудь такое, сауну сделать в подвале, такое возможно? Нет, к сожалению, а может быть даже и к лучшему, что именно средства собираются на проведение капитального ремонта. И строительство детских площадок, тем более и сауну, конечно же, не предусматривается. То есть аккумулированный финансовый средств будет идти именно на проведение капитального ремонта данного дома. Вот совсем недавно на последнем заседании Государственного Совета была введена такая новая форма работы, парламентский час. Депутаты решили начать с вашего ведомства. Вот что вы им рассказывали, какие у них были вопросы и почему именно с вас решили начать? Вопросов больше всего? Ну, на сегодняшний день, наверное, вопросы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства, они одни из наиболее актуальных. И именно в связи с изменениями, которые происходили и в конце прошлого года, то есть на правительственном часе основная масса вопросов была именно по созданию, проведению капитального ремонта на квартирных жилых домах. Кстати, общение получилось довольно-таки плодотворным. И я считаю, что многие вопросы в этом направлении были уже сняты, но и помимо вопросов капитального ремонта, который будет реализовываться на территории Чувашской республики, также были же, конечно, вопросы, это повышение тарифов на энергоносители, это и именно предоставление качественных коммунальных услуг нашим гражданам, это и реконструкция биологических очистных сооружений, это и строительство загородного коллектора, который сегодня осуществляется из города Чебоксара в Новый Чебоксарск, это и программы электрификации населенных пунктов Чувашской республики, ну и другие вопросы, которые именно связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства. У меня, кстати, тоже возник вопрос, который помимо капитального ремонта, в свое время, это, наверное, больше касается как раз ветхого и аварийного жилья, отчасти, в свое время в Чебоксарах была начата, и даже, в общем-то, несколько таких домов имеются, программа реконструкции устаревшего жилого фонда на Ивана Франко, дом на проспекте Ленина, проспект Ленина 7, а вот дома 3 и 5, которые, ну, все знают о том, что они точно так же попадали под реконструкцию, в общем, так вот как-то вот все это и затихло. Вообще такая практика будет сохраняться, или сейчас изменилось законодательство, изменились условия, изменилась форма работы, или это вообще невозможно? Вот как раз законодательством и предусматривалось, либо идет расселение из аварийного жилищного фонда, и дом просто сносится, и, тем не менее, также можно было предусмотреть реконструкцию существующего дома. Конечно, из практики сегодня видно, что реконструкция на квартирном жилого дома зачастую превышает тех затрат, если построить и предоставить новые жилые помещения. Вот по программе реализации первого этапа мы, по большому счету, всем гражданам Чувашской республики именно предоставляем новые благоустроенные жилые помещения. Поэтому смысла вкладывать большие финансовые средства на реконструкцию на сегодняшний день, наверное, не перспектива. То есть она себя не оправдала? Она себя не оправдала. То есть все зависит, опять же, от видов работ, от реконструкции, от, в основном, это дорогостоящие работы, которые идут на усиление, фундаменты, которые по истечении многих лет разрушился, ну и других таких основных технических картериев. Все понятно. Ну что ж, Олег Иванович, спасибо вам большое за такие подробные ответы. Я думаю, если вдруг у телезрителей возникнут какие-то уточняющие вопросы, где можно получить разъяснение, кроме, как, допустим, на сайте Министерства строительства, это понятно. А куда еще стоит обращаться с вопросами, связанными с системой капитального ремонта? Ну, у нас вот еженедельно работает при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Горячая линия». То есть любой гражданин в республике может позвонить с определенным вопросом. Более того, мы осуществляем еженедельный прием граждан. То есть прием граждан ведут и мои заместители, и лично я. Провели определенную работу именно для того, чтобы населению было понятно и через средства массовой информации. И мы на сегодняшний день издали брошюрки по проведению капитального ремонта, довели до всех управляющих компаний. Надеемся, что управляющая компания непосредственно будет уже работать собственник жилых помещений на местах. То есть данная работа ведется. Я надеюсь, что каждый житель нашей республики все-таки до конца поймет, что же все-таки такой капитальный ремонт, и что действительно сегодня назрела та необходимость по его проведению. Кстати, а вот управляющие компании, они с энтузиазмом восприняли вот эти изменения? Или это каким-то образом, наоборот, осложняет их работу? Ну, здесь, наверное, как бы две стороны медали. Добросовестные управляющие компании, конечно же, они понимают, что нужно содержать жилье в надлежащем состоянии, нужно проводить капитальный ремонт. К сожалению, есть недобросовестные подрядчики управляющих компаний, которые, наверное, где-то свои цели преследуют. На сегодняшний день ситуация, она такая, не совсем ровная. Но чем больше мы встречаемся с населением, чем больше мы доводим открытую и правдивую информацию, тем больше видим понимание среди жителей нашей республики. То есть, собственно, смущает управляющие компании тот факт, что теперь они эти средства не могут пустить ни на что другое или еще что-то? Конечно же, раньше через управляющие компании именно проведение капитального ремонта шло, и они обязаны были осуществлять всю деятельность по осуществлению капитального ремонта. Сегодня эти обязательства берет региональный оператор на себя, где будет нести всю персональную ответственность. То есть, расчеты будут идти мимо них? Расчеты будут идти мимо них. То есть, собственники жилых помещений напрямую будут оплачивать финансовые средства. Как я уже сказал, эти расчеты будут по каждому квартирному жилому дому, по каждой квартире. И собственники в любое время могут посмотреть, как идет финансирование, даже кто заплатил, кто не заплатил. А принятие решения именно в направлении финансовых средств на капитальный ремонт будет только решением общего собрания собственников, данного на квартиру жилого дома. Ну что ж, спасибо вам огромное. А я напомню, что сегодня у нас в студии был министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашия Олег Иванович Марков. Спасибо за внимание. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин